На конкурс дети читают стихи. Исполняют ученики восьмых классов 102-й школы города Нижнего Новгорода Смирнова Екатерина и Новиков Илья. Отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Был училище, форма на вырос, стрельбы с утра, встроевая зазря, полугодичный ускоренный выпуск и на петлице два кубря. Шел шелом по протяжной России, шел на войну сквозь мельканье берез. Мы забьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз. Станцы, как новгородская вечер, мир, где покочет людская беда. Шел шелом, а навстречу, навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как курок, взведена. Мы забьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре маясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком. Он по дороге взрослел, этот мальчик, тонкая шея, уши торчком. И только во сне, оккупировав полку, в осотонелом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался с милостью. Что-то распахнутое и голубое, небо, а может морская волна? Танки! И сразу истошное! К бою! Так они встретились, он и война. Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломом, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, странным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы, насыпь качалась. Кроме пожара не видно ни сги, будто бы эта планета кончалась там, где сейчас выступали враги, будто ее становилось все меньше. Ежица от близких разрывов гранат, черный, растерянный, а не умевший. В жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашу, дорог и осин. Что же ты взводный? Докажи, оси! Вот он, фашист, докажи, оси! Вот он, фашист, доголтела и мощно, воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно. И все-таки встань! Встань, лейтенант, слышишь, просит об этом. Вновь возникает небытия. Дом твой, завьюженный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант, заклинают просторы. Птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонок, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, вставшая госпиталем с сентября. Встань, чемпионы двора по футболу, просят себя, своего вратаря. Просит высокая звездная родственная. Город, излучена каждая реки. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Просит деревни пропавшие Гарри. Солнце, как колокол, в небе гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просит твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу. Ай да! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант! И наткнулся на пулу. Большую и твердую, как стена. Сдроганной, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долг. Упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война.